Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем наш разговор о подходах к детскому развитию. Что определяет? Какие факторы определяет детское развитие? Конечно, мы не можем обойти такую громадную фигуру, не побоюсь этого слова, в истории, в психологии развития, как Карен Хорни. Фигура во многом трагическая. Сейчас объясню почему. Почему она считается трагической? Итак, Карен Хорни родилась в 1885 году. Дата жизни вы видите на экране. Умерла в 1952. Она родилась в Германии. Отец немец, мать дочанка. До замужества ее фамилия была Даниэльсен. Родилась она в Гамбурге. И ее папа был морским капитаном. Был глубоко верующим человеком, который очень презрительно относился к женщинам. Говорил, что у женщин нет никаких возможностей, нет никаких выдающихся достоинств. Мама Карен, наоборот, была очень жизнерадостной женщиной, которая была моложе своего супруга на 18 лет. Вот она воспитывалась в очень непростой ситуации, когда не было любви со стороны отца. Когда Карен в 14 лет пришла к выводу, что если мне не суждено стать красавицей, то я должна стать умницей. Вы понимаете, какую установку вынесла девушка из истории своего детства. Я должна стать умницей. Для того, чтобы стать умницей, Карен начинает хорошо учиться. Она прикладывает огромные усилия и хочет получить профессию врача. Для того времени получить профессию врача женщины было, в общем-то, таким определенным прорывом. И в 1906 году Карен поступает в университет во Фрайбурге для того, чтобы получить специальность врача. Она учится в университете, блестяще, старательно учится в университете. В 1910 году она выходит за студента, студента-политолога, который дает ей фамилию Хорни. Их брак длится 16 лет. В 1926 году они разводятся. И вот 10 лет брака были омрачены трагическими событиями в жизни Карен. Неоднократно она была на грани суицидальной попытки. Страдала депрессиями, тяжелыми переживаниями, осознанием своей внешности, осознанием своего предназначения. То есть у нее были очень такие мучительные, рефлексивные попытки понять, кто я, какая я. Разводу предшествовали трагические события в ее жизни, когда внезапно, скоропостижно скончался ее младший брат. И после этого развелись родители, ее родители. А затем после развода один за другим за один год умирают родители. Это все тяжелые удары. Она очень тяжело их переживает, тяжело восстанавливается. В 1926 году разводится. А в 1927 году начинается взлет ее карьеры. Карен очень много занимается в Берлинском институте психиатрии. Она получила специальность психиатра. И одновременно изучает труды Фрейда. Изучает труды Фрейда. Она становится членом психоаналитической ассоциации. Но изучая труды Фрейда, она расходится с ним по многим положениям. И в частности, она не согласна с ним, с той ролью, которую Фрейд отводит в физиологии женщины. Он говорит, что во многом психическое развитие женщины определяется ее физиологией. В частности, Карен Хорни выставала против фразы Фрейда, который писал, что стремление женщины во многом определяется завистью к мужскому пенису. Карен Хорни говорил, что тогда развитие мужчины должно тоже страдать из-за того, что у мужчины нет женской матки. Он не может вынашивать ребенка. После таких заявлений, естественно, Карен Хорни уже не могла оставаться в рамках психоаналитической ассоциации. Она была оттуда изгнана. И уже затем, после того, как она переехала в Америку, она основала свой институт психоанализа и начала там работать по линии психоанализа. Карен Хорни считала, что Фрейд неоправданно акцентировал свое внимание на сексуальном развитии ребенка. Она решила, поскольку она занималась психоанализом, занималась психиатрией, исследовала психику детей, своих малолетних клиентов, она решила посмотреть на проблему детского развития с другой стороны, со стороны широких социальных контекстов и со стороны семейного воспитания. Карен Хорни пришла к выводу, что на развитие человека оказывают влияние детские годы. И в частности, переживания, которые связывают ребенка с родителями. Но переживания не сексуального, а отнюдь другого характера. Карен Хорни считает, что родители должны удовлетворить у ребенка две потребности. Первая потребность – это потребности биологического характера, потребность в пище, потребность в крови, потребность в сне. Но она считала, что это не столь важные потребности. Вторая потребность – это потребность базовой безопасности, в доверии к окружающему миру. Если родители поддерживают своего ребенка, если родители психологически его защищают, если они готовы обсуждать с ним какие-то проблемы, эмоционально привязаны к ребенку, тогда у ребенка формируется чувство базового доверия к окружающему миру. Если же родители постоянно высмеивают ребенка, подшучивают, относятся к нему с презрением, и ребенок это презрение чувствует, если ведут себя непоследовательно, то наказывают без видимой для ребенка причиной, то наоборот, чрезмерно поощряют противоречивое воспитание, непоследовательное воспитание, то у ребенка формируется базальное чувство тревоги, чувство недоверия к окружающему миру. И самое страшное, что это недоверие к окружающему миру ассоциируется у ребенка с теми людьми, которые призваны его защитить, то есть с родителями. Ребенок понимает, что любовь родителя не безусловна, что ее надо каким-то образом заслужить. И уже формируется, как говорила Карен Хорни, чувство базальной тревоги, чувство базальной враждебности к миру, и прежде всего к собственным родителям, которые ребенок активно вытесняет в сферу бессознательного. Кроме того, в этом же возрасте у ребенка формируются различные стратегии поведения, или невротические стратегии для того, чтобы завоевать любовь, для того, чтобы каким-то образом отгородиться от этого мира, от тревожащего мира. Ребенок пытается каким-то образом выработать линии поведения. Карен Хорни приводит огромное количество вариантов. Один из вариантов – это постоянное стремление завоевать любовь окружающих. «Восхищаетесь, восхищаетесь!» Вот помните, как говорила героиня одного из фильмов «Машите на меня, машите!» И такой человек не выносит критики в свой адрес, не выносит ситуации, когда его не принимают, отвергают, не выносит ситуации недружелюбия по отношению к себе. Другой вариант – это вариант сверхзависимости, когда человек зависит от более сильного партнера, когда он пытается найти такого человека, который будет обеспечивать все его потребности, и при этом сам довольствуется самым малым, непритязателен, неприхотлив. Следующая стратегия поведения – это стратегия, связанная с тем, что для того, чтобы чувствовать свою безопасность, человек пытается упорядочить свою жизнь. То есть он вводит какие-то ограничения, какие-то рамки, какие-то инструкции, и пытается педантично этим рамкам и этим инструкциям следовать. Следующая линия поведения – это обретение власти. Когда человек понимает, что я могу сделать мир безопасным только тогда, когда все под моим контролем, когда я могу властвовать над людьми, когда они мне не противоречат, и стремится получить посты, и стремится обрести ситуацию доминирования над другим человеком. Следующая ситуация – это ситуация честолюбия, когда человек пытается создать постоянный успех, когда ситуация неуспеха, мнимого неуспеха, для него оказывается очень мучительной и тревожной. Он пытается доказать всем и каждому, что он успешен, что у него все в жизни хорошо, он абсолютно не выносит ситуацию неудачи, она является для него катастрофой. Следующая стратегия – это стратегия зависимости от статуса. Человек пытается всю жизнь обрести статус, и этим статусом защититься от окружающего враждебного мира. И таким образом вся безопасность этого человека строится во взрослой жизни на его визитке, над тем, что там в этой визитке написано. Следующая стратегия поведения – это стратегия отстраненности, стратегия сверхнезависимости, когда человек боится доверительных, близких, психологически близких отношений с окружающими. Он становится поверхностным, потому что боится, что если он раскроется навстречу другому человеку, то его ждет разочарование, его могут бросить, его могут оставить, его могут высмеять, его могут поставить в неловкую ситуацию. Наконец, следующая стратегия – это постоянное захваливание себя, как писала Карен Хорни, когда человек постоянно говорит, посмотрите, какой я хороший, я просто замечательный, у меня огромное количество достоинств, меня не за что наказывать, меня не за что отвергать, я даже на машинке умею вышивать, условно говоря. Он постоянно себя самопрезентует, как вот такой вот хороший, которого нельзя наказывать, нельзя отвергать. И, наконец, последняя стратегия, как говорила Карен Хорни, это стратегия непогрешимости, когда человек пытается обрести совершенство. Я совершенен во всем. Я совершенен в одежде, во внешнем виде, в том, что я делаю. То есть я мисс совершенства и мистер совершенства, мисс конгениальность. За счет этого обретается внутреннее состояние безопасности. Карен Хорни говорила, что чем отличается невротик от здорового человека. Вот внимание на экран, посмотрите, вот ситуация ребенка, который чувствует базовое доверие со стороны окружающего мира. Следующая ситуация, это как раз ребенок, который базовое доверие к окружающему миру не чувствует. Так вот, чем, по мнению Карен Хорни, счастливый, здоровый человек отличается от невротика? Вот у счастливого человека есть гибкость. Он не требует, чтобы все вокруг его любили. Он требует, чтобы его любили значимые для него люди. А вот невротик, он хочет, чтобы его любили все. С кем он сталкивается? Начиная от партнеров, начиная от коллег по работе, заканчивая людьми, с которыми он случайно сталкивается на улице. Если такой человек его отвергает или говорит гадость его адрес, то это помнится долгие годы, что меня обидели, меня унизили. То есть здоровый человек, он использует все, мною вышеперечисленные, стратегии поведения. Невротик же такой гибкостью не обладает. Невротик использует во всех ситуациях, во всех жизненных перипетиях только одну стратегию поведения. Теорию Карен Хорни многие называют депрессивной теорией, потому что здесь есть такой немножко трагический потек, связанный с ее собственной жизнью, с ее собственной теорией. Но большой вклад все-таки она внесла в психологию детского развития, сакцентировав внимание на задачи взрослого, которые вводят ребенка в окружающий мир, которые его социализируют. И именно от позиции взрослого, от его доброжелательности, от его эмпатии, умения вчувствоваться в состояние ребенка, зависит, как будет ребенок дальше развиваться, какие стратегии в отношении социума он выработает. Далее необходимо сказать также о таком очень интересном исследователе, который тоже, можно сказать, вышел из рамок психоанализа, они оказались для него очень тесными. Это Альфред Адлер. Альфред Адлер, годы жизни вы можете увидеть на экране, родился в 1870 году в Вене, умер в 1837 году в Америке, куда он переехал. Он родился в Вене, так же, как и Фрейд, родился в семье торговца, но его детство тоже носило, в общем-то, такой очень драматичный характер. Как он писал в своих воспоминаниях, до трех лет я купался в материнской любви, «Мама окружила меня заботой». Ну, в общем-то, необходимо сказать, что он был средний ребенок, третий ребенок из шести детей. Но мое счастье закончилось в три года, когда родился мой младший брат, и мама всецело переключила свое внимание на другого ребенка. Затем Альфред Адлер очень рано столкнулся со смертью. Он наблюдал смерть собственного брата. Можно сказать, он умер у него на глазах. В пять лет Альфред Адлер заболел пневмонией и был на грани между жизнью и смертью. После этого Альфред Адлер постепенно, поскольку события его жизни носили такой трагический оттенок, пришел к тому, что он хочет поступить на медицинский факультет, он хочет получить профессию врача. И действительно он поступает в Вене на медицинский факультет и начинает специализироваться как медик. Но необходимо также сказать о роли родителей в его личной биографии. Дело в том, что в начальной школе Альфред Адлер очень плохо учился. Его даже оставляли на второй год. Учителя советовали отцу Альфреда Адлера забрать его из школы, говоря, что, в общем-то, ваш ребенок ни к чему не годен. И дайте ему какую-нибудь ремесленную профессию. Пусть он будет у вас сапожником, обретет какую-то профессию и будет счастлив. Но отец поверил в своего ребенка, он не разрешил его забрать из школы, убрать его из школы. И Альфред Адлер ответил на вот это доверие со стороны отца тем, что начал усиленно заниматься. И затем он уже закончил блестящую школу и без труда поступил на медицинский факультет. Дело в том, что медицинский факультет в Вене тогда был таким прибежищем людей с социалистическими воззрениями. Студенты собирались, обсуждали какие-то социальные проблемы. На одном из таких собраний он познакомился с Раисой Эпштейн, девушкой, которая эмигрировала из России. Вскоре они поженились. И считается, что Раиса Эпштейн также внесла вклад в теорию Альфреда Адлера. Затем, после окончания медицинского факультета, Альфред Адлер работает в качестве офтальмолога в беднейших кварталах. Он сталкивается с нищетой, с горем. И с другой стороны, он смотрит за развитием человека, за развитием детей. Он также увлекается психоанализом, входит в психоаналитическую ассоциацию. Но затем, так же как Карен Хорни, он изгоняется из психоаналитической ассоциации. Он из нее исключается. Потому что так же, как и Карен Хорни, пытается увидеть за развитием ребенка нечто большее, чем психосексуальные стадии. Говорит также о широком социальном контексте. О том влиянии, которое оказывает семья на развитие ребенка. И в частности, Альфред Адлер отмечает, что на развитие ребенка, на развитие его личности влияет порядок рождения. Потому что в каждой семье родители иногда говорят, что мы одинаково воспитываем детей, но они абсолютно разные. Родители биологически одни и те же, а дети разные. Почему так получается? Альфред Адлер, исходя из наблюдений за детьми, приходит к выводу, что влияет очень сильно порядок рождения. Кто ребенок? Первенец? Единственный ребенок? Средний ребенок в семье? Или младший ребенок? Итак, давайте рассмотрим каждую из этих позиций. Первенец. Ситуация первенца уникальна. И Альфред Адлер считал, что ребенок купается в материнской любви, купается во внимании, потому что родители, это для них первый раз, они стараются отдать ребенку максимум того, что они знают, максимум заботы, максимум любви, максимум нежности. Но вот эта вот ситуация, она сохраняется только до определенного времени. Затем эта ситуация меняется после того, как рождается второй ребенок. Здесь уже позиция ребенка меняется, он чувствует себя королем, который свергнут с трона. Все внимание переключается на другого. Что делает ребенок? Он пытается вернуть свою позицию, он пытается опять стать центром внимания, предпринимает определенные попытки, чтобы привлечь внимание родителей. Но затем, спустя некоторое время, он понимает, что это попытки бесполезны, что прошлого уже не вернуть. И он оказывается совершенно в другой ситуации. Ребенок начинает немножко дистанцироваться от родителей и понимает, что очень многое в этой жизни зависит от него самого, от его собственных усилий, от его собственных способностей. Адлер считал, что первые дети, старшие дети в семье являются носителем традиций, носителями семейных ценностей. Они несколько консервативны и склонны к лидерству. То есть вот он описал такие характерные черты для первого ребенка в семье. Затем следующая позиция, которую Адлер также считает уникальной. Но у него все позиции уникальны, потому что каждый человек для него тоже уникален. Следующая позиция уникальна, это позиция единственного ребенка в семье. Адлер считает, что единственный ребенок в семье, он очень тесно связан с мамой. Мама дарит ему любовь, мама исполняет все его желания, все его прихоти. И единственный ребенок в семье конкурирует с отцом. Но в чем недостатки этой позиции? Недостатки этой позиции в том, что такой ребенок ждет такого же материнского отношения к себе со стороны окружающих. Что все его будут жалеть, все будут учитывать, что он единственный, все будут к нему по-матерински относиться, прощать ему очень много. То есть у такого ребенка нет конкуренции. Он с детства привык, что ему не надо бороться за счет внимания, оно у него и так есть. И это рождает в нем эгоизм. Кроме того, Адлер считал, что таким единственным детям труднее приспособиться к социуму, потому что они не привыкли за что-то бороться. Все им дается и так, по праву рождения. Далее, следует следующая позиция. Это позиция среднего ребенка в семье. Чем хороша позиция среднего ребенка в семье? Тем, что темпы развития задаются старшим ребенком. И средний ребенок вынужден оказываться в ситуации паровоза, который мчится на всех парах, чтобы догнать. И, как правило, средние дети в семье, они раньше начинают читать, раньше овладевают чтением, чем их старший брат или сестра. Они раньше начинают ходить. То есть у них есть пример. И этот пример их стимулирует догнать и перегнать. Ну, поскольку Альфред Адлер сам был средним ребенком в семье, он знал, о чем он говорил. И таким образом он считал, что средний ребенок, он более честолюбив и более тщеславен. Потому что пытается все время доказать, что он не хуже, а может быть даже лучше, чем первенец. Далее, позиция младшего ребенка в семье. Младший ребенок в семье, перед ним пример не только старшего, но и среднего ребенка. Его все балуют, его нежат, выполняют его желания. Но если семья бедная, то у такого ребенка нет ничего своего. Он все по жизни заимствует. Он привыкает жить в коллективе. И, в общем-то, это приводит к ранней социализации, к выстраиванию линии на сотрудничество. Он умеет идти на сотрудничество, он умеет идти на компромисс. То есть он более гибкий в своих социальных контактах. Но, с другой стороны, вот у этого ребенка, у которого нет ничего своего, даже своего угла. Поэтому, затем, уже в дальнейшем развитии, такие дети, когда вырастают, приходят на работу, они часто заимствуют чужие вещи и искренне не понимают, почему это вызывает агрессию со стороны окружающих. То есть у них вот эта психологическая граница между собой и другим человеком оказывается несколько размытым. Ну, такой сразу всплывает пример. Надежда Румянцева в фильме «Девчата», когда приходят ее коллеги, ее девушки, соседки по общежитию, по комнате. Они застают ее сидящей на чужой тумбочке и поедающей огромный бутерброд с вареньем. То есть она заимствовала все чужое, не понимая, что это чужое. Потому что та ситуация, в которой она воспитывалась, ситуация детского дома, где не было ничего своего, она привела к тому, что вот эта линия перенесена на общение с другими людьми. Таким образом, Альфред Адлер, так же как и Карн Хорни, делает акцент на семейном воспитании, на позиции, которые ребенок занимает в семье. Но, кроме того, Альфред Адлер говорил, что человек постоянно самосовершенствуется в процессе своей жизни, и он способен достичь очень многого. Какой совет он давал родителям? Он говорил, что необходимо развивать социальное чувство. Он вводит такое понятие, как социальное чувство. Что такое социальное чувство? Когда человек выходит за границы собственной личности, он начинает видеть других людей, начинает понимать их потребности, стремиться к сотрудничеству, к кооперации. То есть он выходит из ситуации эгоизма. И, если дать современное определение, реализуя свой потенциал, он реализует и общественный интерес. Вот на таком, можно сказать, оптимистичном выводе мы закончим нашу сегодняшнюю программу. Спасибо большое за внимание. До свидания.